Привет! Всем добрый вечер! Мне последнее время надоели однотипные вопросы. Видимо, произошло что-то, чего я не знаю. Привет! И в последнюю неделю мне пишут, что люди где-то прочитали, что стол не герметичный, стол, не знаю, разбухает от капли воды, поэтому я вышла для вас в прямой эфир, чтобы убрать песок при вас быстро и удобно и залить стол водой. Как-то так, такой краш эфир. Всем еще раз привет, присоединяйтесь. Я Надя, я автор-руководитель этого аккаунта, также совладелица MyFirmShop. Я веду этот блог, я пишу тексты, снимаю видео и общаюсь с вами. Вот, еще раз, в последнее время слышу какие-то однотипные вопросы. Возможно, где-то есть какой-то там вредительский текст, о котором я не знаю, которого я не видела. Но раз однотипные вопросы, значит, это где-то произошло. Кстати, если вдруг вы знаете, что это такое и где-то это видели, пожалуйста, напишите мне. Я просто посмотрю, чтобы я могла как-то реагировать и более точечно отвечать. Вот. Ну что ж, смотрите, что я подготовила. Ой, зачем я вот это сделала? Я же вот так сделала. Так, я подготовила телефон на штативе, чтобы у меня было свободно два руки, две руки. У меня есть стол со сенсорной коробочкой. Вот вчера я его показывала. Я сейчас при вас уберу отсюда песок. Сначала кинетический сенсорную коробочку, а затем я высыплю туда кварцевый песочек и соберу метелочкой и совочком, кстати, куда я ее делала? Метелочкой и совочком этот песочек. И там же вот рядом стоит работающая световая песочница, ее я залью водой. Начнем, пожалуй, с воды, чтобы она там какое-то время побыла. Вот. Установлю телефон на штатив, камеру на штатив. Так, смотрите, я взяла воду, чистая водопроводная вода. Здесь у нас стоят какие-то витражные, это залито витражными красками, я еще не снимала. Витражные, да, вы знаете, что они вот так вот снимаются, такими червячками. Максим с Ваней вчера рисовали, я пока не убирала. Ну что, вливаю сюда воду. И учтите, девчонки, это не то, чтобы вы повторяли, да, это просто я показываю, что стол герметичен. Я вылила сюда, вот так было воды, 600 мл воды. Я думаю, вряд ли какой-то ребенок способен разлить 600 мл и оставить. Но ради вас, ради того, чтобы вы видели. Вот при вас, да, выливала. Смотрите, сейчас заберу со штатива телефон, переключу камеру. Вот внутри стоит вода, подсветка горит. К подсветке ничего не попадает. Еще некоторое время пусть постоит. Потому что, например, девушка написала, я пообщалась с мамами, и мне говорят, что от капли воды стол разбухает. Ну, просто вот эти столы, которые я показываю в эфирах, у нас уже там три года, да. Ну, вот одна новая модель, этот не три года, а вот этот вот второй, где-то два с половиной года, да. И мальчики за ним занимаются. Мальчики рисуют, мальчики лепят, мальчики все это делают. И, как видите, ну, естественно, во время процесса творчества, я не говорю, что нужно залить водой, оставить на ночь. И вообще, вот просто гарантирую, ничего не будет, да. Ну, конечно, к корпусу может попасть вода, и из-за этого произойти разбухание. Ну, как вот вы в тумбочку зальете воду, ну, если вы ее сразу уберете, ну, ничего не произойдет. Если вы ее через пять минут уберете, ничего не произойдет. Максим, я закрылась от детей. А если вы, ну, оставите ее на ночь или там на несколько часов, то уже, как бы, риск больше. Еще раз, да, вот вода, 600 миллилитров воды внутри при вас выливала. Пока стоит здесь, а сейчас я перейду к сбору песка. Так, там вопросов нет никаких. Соберу сейчас вот эту всю сенсорную коробочку при вас, а потом еще соберу кварцевый песочек. Устанавливаю телефон на штатив. Ой-ой, надо вот так. Кто там? Максим пришел? Ой-ой, ура! Молодец, что в трусах. Спасибо, Максим, что помогаешь мне. Так, как раз вот поставила в воду на штатив. Так, поверну немножко. Вот так, да. Смотрите, чтобы брать сенсорную коробочку, здесь кинетический песок, мох. Мама, она же может это затопиться. Нет, сыночек, я специально залила. Да, она не затопится, она герметичная. Именно для того, чтобы показать, что все с ней нормально. Итак, я беру просто контейнер от кинетического песка и мы собираем. Максимчик, вытри ручки, поможешь мне собрать сейчас кинетический песочек и фасоль? Так, также возьму другой контейнер, чтобы сюда сложить кочки. У меня есть вот такие кочки от Катюши Sensory Box Leo. Есть такая прекрасная Катя Sensory Box Leo профиль. Она сама создает сенсорные коробочки и вот она мне присылала. Максим, пожалуйста, не без языков. Спасибо, если помогаешь, то помогаешь, если мешаешь, то не мешай. Так, вот я собрала кочки отдельно в баночку, желуди, камешки. Так, все. Это отставляю. Максим, ты обещала помочь собрать. И тут просто руками я собираю все, весь состав. Здесь фасоль, чечевица, какие-то кружки муха, камешки, желуди. Так, это игрушечки отложим в отсек для игрушек. Муравишечка летит. Лопата. Так, кисточка. Лису тоже убираем отдельно в отсек для игрушек. Камень. Камень, ножницы, бумага. Максик, слушай, посмотри. Мне кажется, вот тут, ладно. Метелочка и совочек. Я что-то вроде все подготовила, а вот метелочка и совочек куда-то задевала. Посмотрели ролик сейчас? Так, у меня вопрос у нас. Полинял стол от космического песка. Песок синий заказывали вместе со столом. Вы имеете в виду корпус или световая панель? Я думаю, надо попробовать сначала. Если световая панель, тогда мне надо подумать, чем это можно попробовать оттереть. Если корпус, тогда меламиновая губка или мягкие чистящие средства. Например, сив-крем. Ну, не увлекайтесь, чтобы сильно не расцарапать, да? Ну, потрите, должно все сойти. У меня на столе периодически следы гуаши, вот. И она оставляет следы. Я вот так вот с помощью сив-крема снимаю. И все уходит. Ну, в общем, вот. Не знаю, кто засекал, сколько прошло времени. Мы с Максимом собрали все содержимое столика. Прямо руками. Здесь был кинетический песок и фасоль. Прямо буквально остались песчинки. А зачем ты сюда бросаешь, Максик? Я их... Не надо ничего, пожалуйста, сюда бросать. Это мне нужно. Это мне нужно и важно. Так, смотрите. Здесь осталось прямо капельку всего. Макс, не надо больше краску выдавливать. Вот. Собрала. Пусть он сохнет. А пока мы вернемся к нашему подопытному кролику, с которого мы начнем собирать 600 миллилитров воды. И дальше я покажу, что он жив-здоров. Поможешь, Максик? Вот у меня еще одна есть тряпочка. Вот так вот промакивай и выжимай. Еще раз, девчонки. Это не для того, чтобы вы заливали в стол воду, правда? Ну, вы же понимаете все. Это для того, чтобы показать, что от капли воды стол не разбухает и не умирает. Это не рекомендация к действию. Это краш-тест, который, знаете, вот как пишут, не повторять, не повторять. У меня просто тоже была ситуация. Ваня... Я поставила ему чашу для Эбру игр с водой. И Ванечка, ну, и сделала там болото. Там были лягушки, мох, всякие мухи. И, значит, дала ему два ведерка вот таких вот. Карандаши стоят. Водички, чтобы он заполнял. Ее подкрасила зеленой краской. А вот. И, кстати, это... И он вылил прям стол. Ну, ничего. Ну, вытерли, собрали. Вот, вот, как бы я опять сейчас это проделываю со столом. Просто для того, чтобы, как бы, не быть голословной, не говорить, знаете, ну, в общем, 21 тысяча... Максим не делает. 21 тысяча клиентов, ну, как бы... Мы же все-таки здесь не однодневки. Мы свою продукцию тестируем, мы проверяем, чтобы она... Плюс, ну, и самое главное, да, у нас есть сертификаты, которые по стандартам детской продукции, ну, засертифицирована вся продукция. Не просто добровольный, который можно купить и сделать его за три дня. Вот, а именно ЕАЦ, когда образцы... Максим, сейчас не рисуем, сыночек. Я же, видишь, вытираю, чтобы показать. Когда образцы отправляются в лабораторию, там делаются экспертизы, и только после экспертизы, если она пройдена успешно, выдается сертификат. Ну, плюс все документы. Честно, я не прям... Максим, ну, я прошу не рисовать. Ну, почему ты рисуешь? Ну, вот, собственно, сейчас возьму телефон в руки, чтобы вам показать. Так. Даже немножко. Вот. Так, сейчас... Ой, не вижу. Смотрите, все. Вот столько воды я прям сейчас собрала. Сколько выливала, столько и собрала. Обратите внимание. Ну, на только там погрешность, на то, что тряпка стала мокрой, и в нее... Ой, здорово, что ты нашел. И в нее немножко впиталось. А ты краской облился. Ну, ты смешной мальчик. Все. Этот столик готов. Я вам сейчас все покажу. И я могу, например, там, сейчас 19.49, ну, вот в сторис через два часа его снять, да, и завтра его снять. Вот это именно вот этот. У нас два. Это более старая модель. Здесь, видите, бортики еще не гладенькие. Ну, не такие кругленькие. Здесь уже круглее. Максим, я сейчас разговариваю с ней, с тобой. И, например, через два часа сниму вам столик, и завтра сниму вам столик, чтобы показать, что он не разбух. Так. В общем, сейчас я сделала краш-тест с водой на ваших глазах. Вылила и собрала затем через некоторое время, через минут пять, всю воду. Столик работает. Столик не разбух. И сейчас я хочу еще собрать кусочек. Если я найду метелочку и совочек, куда я ее делаю? Девчонки, вы задаете вопрос о цене. Цены у нас в каждом посте. Я стараюсь максимально, ну, открыто это все выкладывать. О, нашла. Та-да-дам, та-дам. Вот. Комплектация столика 6 в 1. Когда у вас световой столик с насыщенной, самой яркой, ну, не самой яркой, а самой насыщенной по цветам. У нас 20 цветов и оттенок, и оттенков в подсветке. С подсветкой, с двусторонней крышкой. На обороте грифельная сторона. А здесь дизайн, который вы выбираете из наших вариантов. Подарок, ну, ножки растущие, 4 положения, чтобы подстраиваться под рост ребенка. И этот комплект стоит 7,690. Плюс еще к комплекту идет подарочный набор. Там вот такая метелочка и совочек, чтобы песочек собирать. Это может делать ребенок. Там для рисования. Грабелька для рисования с такими фигурными зубцами четырехсторонняя. И еще такой равнитель для песочка. Что еще? Что еще было? Ага, крепление для вертикальной установки крышки. Вообще прям очень классная вещь. Сейчас вот она. Вот, крышка стоит на креплениях. Я немножко разверну, вам покажу. Вот, видите? Мольбирт вам, пожалуйста. Или если вы разворачиваете крышку стороной с алфавитом, то это уже как плакат для изучения. Например, вы в школу хотите поиграть. Или просто в игровой форме с ребенком. Животных повторить. На крышку также можно вот так вот резиночку сделать. Ну, знаете, вот просто бельевую резинку, обычную хозяйственную резинку. И туда подставлять карточки. Ну, например, вы учите среблова или там, ну, все что угодно. И прямо вот туда выставляете. Используете как универсальное вообще, ну, поле для обучения, для игр, как такую информативную информационную доску. Если сверху взять такую прищепку, на нее можно, ну, вот устанавливая вертикально крышку, прищепкой можно все ваши плакаты. Ну, очень у многих есть звездное небо, да, там времена года. Вон, как у нас там. Где они? Вот такие числа. Просто, они там прищепка, кстати, вот, видите, такая прищепка? Деревянная прищепка. Сверху просто прищепляем. И можно вот плакаты вешать. Использовать просто в разных вариантах для того, чтобы играть, заниматься. И прямо все в одном месте делать. Спасибо, Надежда. Я прямо пока собирала воду, немножко запыхалась. Так, что я вам дальше обещала сделать? Собрать песок, но еще поверхность немножко мокрая, поэтому песок прилипнет. Надо подождать, пока она высохнет. Или попросить мужа, моего прекрасного, снабдить меня сухой тряпочкой. Владислав, Влад, а можно, пожалуйста, тряпку сухую для пыли? Пожалуйста. Только не мокрую, а сухую. Мне очень важно. Спасибо. Извините. Так. Сейчас мне принесут тряпочку. А, и, кстати, часто вы спрашиваете. Спасибо, Дарья. Приобретайте стол, не пожалеете. Я приобрела, не нарадуясь. Ну да, я в прямой эфир-то вышла, потому что позавчера, мне кажется, вот что-то подобное было. Ага, да. И сегодня вот прям накануне смотрю комментарий, что я с мамами, и стол разбухает от капли воды. Ну, то есть, не знаю. Это специально комментарий написан просто, чтобы... Ну, знаете, у нас же есть и завистники, и прочее. Это специально написано, или это серьезно? Ну, иногда, знаете, у нас 21 тысяч клиентов на днях было. То есть, сейчас уже даже больше. Вот, все, столик сухой, чтобы песочек не прилип. Так. И сейчас буду высыпать кварцевый песочек, собирать его. Так вот, 21 тысяч клиентов, и, ну, вы знаете, да, у вас тоже большой круг знакомых. Вы понимаете, что есть люди, которым, ну, все нормально, есть люди, которые восторженные, да, а есть люди, которым вообще все не нравится. Вот, что бы ни было, что бы ни было, вот, все не нравится. Ну, и такие люди, в том числе и среди наших клиентов, встречались, да. Один и тот же продукт, ну, один и тот же стол, одна и та же комплектация в основном вызывает хорошие отзывы, положительные, да. Но бывает, что там человек пишет, что за кошмар, это вообще там, что это такое. И тогда мы делаем возврат просто, и все, и до свидания. Вот. Как правильно обрабатывать стол антистатиком? Вообще легко. Просто берете антистатик, распыляете на поверхность, ждете, пока подсохнет, и все. Вообще легко. Так. Да, может, перепутали стол, столько конкурентов. Ну, знаете, пока мы работаем, чужой успех, ну, наверное, люди считают, что успех – это вот продукт. Да, продукт очень важен, и очень именно важно то, что мы с мужем его сделали вот как для детей. Да, у нас были световые планшеты, и на них только вот, ну, по большей счету рисовали песком. Отсек вот этот использовался для песка. Ну вот. А я вам и в прошлом эфире рассказывала, что, ну, я делала стол. Ну, не продукт, я, мне нужен был стол для нас с Максимом. У нас были игры именно с крупой, именно с сенсорной коробочкой. И для этого и мы сделали стол. И вообще, когда мы начинали, у нас была домашняя песочница без подсветки как основной продукт. Его, про него мы рассказывали, о нем мы вам писали. Вот. И потом со временем вы сами стали, ну, клиенты стали говорить, сделайте, сделайте, пожалуйста, домашнюю песочницу с подсветкой. Вот. Чтобы, ну, объедините планшет и домашнюю песочницу. И вот мы объединили, и это стало, конечно, хитом. И, ну, естественно, за нами следят, на нас смотрят и копируют, копируют, пытаются что-то. Но мы же все закупаем, мы делаем контрольные закупки, и мы видим и качество, мы видим и материалы, мы видим и ошибки в конструкции, видим какие-то пропилы, штыри, видим небезопасность. И, ну, в общем, решать-то, конечно, вам. Вот. Ну, я рассказываю про себя. Итак, я готова к тому, чтобы собрать песочек метелочкой с овощиком. Смотрите, вот стол, где мой штатив. Так, а вон там песок. Я как раз вчера, что ли, когда был? Я уже даже запуталась, когда был эфир. Нет, наверное, позавчера. Я собирала, не было контейнера под рукой, в чашу для эбра. Это кварцевый песочек для рисования песком, плюс, ну, тут горошек был. Сейчас. Где-то еще я пульт оставила. Высыпала песочек. Сейчас найду пульт. Вот он. Та-та-та-та. Та-та-та. Ну, вот. Включаю, выключаю. Включим. Я очень люблю вот такой цвет. Мой любимый. Давайте попробуем мигание медленное. Медленные переходы. Какая там программа. Вот такое. Так. Для начала я... Ну, поскольку песочек с горошком, так, если вам видно. Вот, видите, горох внутри. Поэтому прям анимацию сделать не получится. Он такой немножко... А, вот тут еще кусочки кинетического. Но это дети. Видите, кинетический тоже тут закрался. Значит, рисовали мы, рисовали на световой панели. Ну, дети, естественно, разбросали все по углам. Так и сяк. И тут ваш творческий порыв. Цена комплектации основной 7,690. Это будет стол с подсветкой, с двусторонней крышкой, креплениями, растущими ножками и подарочным комплектом. Также у нас мы напридумывали за это время много дополнительных опций. У нас есть и чаши для игр с водой, и прозрачные крышки. Все это, все это прям вот моей фантазии и плод, и мужниной реализации. В общем, мы порисовали. Значит, и захотелось нам сменить деятельность. Ну, например, не знаю. Ну, в общем, сменить деятельность, да. Нам нужно быстро собрать песок. Поставлю я сейчас точно так же на штатив. Телефончик. И соберу двумя руками. Так переведу. Просто в прошлом эфире я собирала одной рукой. Как бы у меня телефон не сел. Как бы у меня телефон не сел. Там прям мало процента. Так, чуть-чуть приподниму, подвину, чтобы вам было хорошо видно. Вооружившись, метелочкой и совочком, сначала я сметаю все в одну сторону. Вам тут видно? Сначала я сметаю все в одну сторону. Так, а куда я буду? Опять в чашу для игре буду собирать. Потому что опять контейнера нет. Хранить удобно, если у вас много сенсорных материалов. Ну, в общем, все, да. Видели? Уже кучка организовалась. Сейчас я беру чашу. Или я бы взяла контейнер, если бы это был. Если бы он у меня был. И собираю песочек. Просто от стеночки. Ой, рассыпала зря. Тран-та-тан. И остаточки. Вот эту кучку. Я соберу метелочкой. Не знаю, просто то же самое. В последнее время есть производитель, который прям вот они, ну, вот, стали. Ну, короче, в общем, я в своей коммуникации, когда с вами разговариваю, я не лукавлю. Ну, я этого не делаю. Для меня это важно. И я считаю... Ну, в общем, не использую. Ну, как бы я стараюсь. Только если вот прям меня супер разозлили как-то. У меня было пару каких-то негативных вещей, когда я отвечала на... Ну, как защищалась, знаете. Вот. Ну, вообще, я никогда не говорю про других. Либо хорошо, либо никак. Мне это не нужно. Но сейчас я вижу, что стали очень говорить, что невозможно собрать песок. Это так сложно. И пусть вам не рассказывают, что это легко. Я не буду вам рассказывать, что это легко. Я просто показала вам это сейчас. Ну, в общем, вот, девчонки, стол свободен от песочка. И это я еще болтала. Если прям вам нужно, чтобы столик, ну, совсем ни одной песчинки, там буквально парочку песчинок оставалось. Вот просто протираем. Я люблю тряпочки с микрофиброй. Очень хорошо и грифельную доску. Они... Так, а как мне развернуть? Тут же подсветка включена. Сейчас, если развернется вместе с проводом. Так, приподнимаем. По столу не тягаем. Вот, эти тряпочки с микрофиброй очень хорошо также убирают мел. Часто девчонки спрашивают, а чем же мел убрать подальше? Поставлю, а то прям вам в нос дышу. Лучше всего... Я просто... Я такая чистюля. Я в школе была добровольно дежурной. Я всегда мыла доску. Поэтому для меня было как бы очевидно, что губкой невозможно доску вымыть. Девчонки некоторые начинают губкой вытирать мел и говорят, жуткие разводы. Я не знаю, как это убрать. Но, в общем, губкой это не убирается. Мы берем тряпочку. Мне нравятся микрофибры, но вообще любые хлопковые тряпочки для этого и цели подходят. В влажную просто стираем. Тряпочка с микрофиброй прям с одного раза убирает от мелочек. Ну, с двух, если уж прям вы отрисовали. От и до 98% мелу придется разок помыть. Вот. В общем, вот так. Еще раз, кстати, покажу вам ненабухший стол. Ой! Со штатива сниму, чтобы не происходило всяких... Покажу вам стол. Ненабух. Вот, видите? Ой, слушайте, девчонки, я еще... Еще, да? Ну, вот. Ничего не разбухло. Потому что... Ну, смотрите, вот правда. Ну, вот как бы просто логически поразмыслить. Но если в тумбочку налить воды? Ну, вот просто налить ее туда, в тумбочку. Но это же все-таки мебель. Ну, как бы мы не позиционируем, что это в ванночку для игр или стол для воды. Нет. Но как будете убирать краски? Так это же... Если бы это были... Ой, зачем я так сделала? Если бы это были краски... Ну, это же витражные краски. Видите? Вот они такие тянутся, как червячки. Я их просто вот так вот сниму. А если бы это были краски гуашь или прочие, то же самое, тряпочкой бы я бы сейчас... Ну, это уже вода бы смыла. Ну, я же туда воду заливала. Кто не видел, вдруг. Вот там, смотрите. Это Максим... Вот тут вот Максим прям сделал с капельками. Надо аккуратно, чтобы не порвать. Он потом будет на стекло клеить. Ну, короче, не буду сейчас делать, чтобы не поломать его рисунки. А то... А то мне прилетит старшего сыночка. Вот. Краски просто сниму. И остатки с тряпочкой, это, в общем, не составляет никаких трудностей. Кстати, вот. У меня прозрачная крышка же еще измазана красками. Сейчас я ее при вас протру. Что уж там время терять, да? Опс. Так, вот повернула. Единственное, что здесь, по-моему, частично витражные. Да, вот эти черные, это витражные. Сейчас я даже покажу. Да, вот они. Они снимаются вот так. Черный, короче, цвет не уберется, потому что это витражные краски. А вот эти... Давайте я даже вот сюда ее переставлю, чтобы подсветочка была. Тримс, тримс, тиририририримс. Крепление, да? Как хорошо мы придумали. Вообще просто. Случайная идея пришла. Надо придерживать. Мы, когда разрабатывали зеркало, Ну, я говорила, Влад, нужно зеркало, нужно зеркало. Он говорит, я не буду. Блин, витражных много, девчат. Короче, вот частично то, что не витражная, вот эта синяя, она, видите, просто спокойно убирается. А вот эти витражные остаются следы. В общем, вот она. Но прозрачную ее не обязательно тут стоять, намывать. Просто несете ее в душ. Вы просто под душем моете. И все. Кстати, тоже вот, ну, что там, разбухает, не разбухает. У нас как-то девушка написала, у меня разбухла крышка, все, кошмар, там, траля-ля. Ну, я стала задавать вопросы, оказалось, она ее в душе мыла. Ну, как бы, ну, и вот не прозрачная, а вот эта вот, деревянная. Ну, во-первых, в руководстве по эксплуатации описано, что, ну, как бы, этого делать не надо. Вот, во-вторых, ну, есть, ну, в руководстве по эксплуатации, в общем, во-вторых, нет, никакого во-вторых. Просто в руководстве по эксплуатации это написано. Я, кстати, сейчас еще на крышку воду вылью, что мне, уж теряться-то. Вот крышка, вот вода. Льем воду. Ну, это, конечно, нужно ждать еще. Просто, так, это сухая, вот мокренькая. Сейчас я ее выжму, а то она после сбора воды из стола еще влажная, ну, довольно сильно. Если прям мокрая. То же самое, ребенок пролил воду, вы занимались. Ну, естественно, ее надо собрать. А вообще, кстати, ну, многие, думаю, мамы знают, вдруг кто-то не знает. Есть стаканчики, не проливайки. У нас даже, ну, у нас они в ассортименте есть. Я специально всегда добавляю всякие штуки, которые вот мне самой прям нужны. И которые я с Максимом по канцелярским магазинам искала. У меня, когда Максим был маленький, никаких же не было, ну, ничего не было. Первый ребенок. И я везде, то в одном канцелярском, то Ваня, спрячься ты ногой. Ты как Аполлон, Ваня. Ваня пришел после ванной. Вот, я собрала водичку. Также мы откроем крышку, да. Ну, здесь вам не видно, здесь прям буквально капелька, да, вот видите, попала. Просто если воды пролилось много, вы откройте крышку, пройдитесь вот тут внутри тоже, чтобы ее не оставалось, чтобы она не стояла там. Вот, собственно, и все. Вот и вся наука, как работать с водой. И вот, крышка, вот она влажная. С этой стороны, это когда на грифельной стороне вы рисуете. А здесь вообще есть ламинация. То есть, так как бы мне Ивана ни в коем случае не показать, а то он тут попой сверкает. Здесь ламинация, и, соответственно, она от влаги, ну, просто, да, эта вода как скатывается. Но тоже мы собираем все. У меня двое детей, и плюс я еще беременная. Сколько у вас детей, спрашивают. А то все забегает, забегает, потом еще забегает. Да, у меня двое мальчиков, но план, план, это мой план, жизненный план. Вот, и, в общем, вот это уже реализовано. Просто еще один не родился пока. Так, девчат, я еще сейчас быстренько посмотрю, есть ли вопросы. А, вы тут уже обсуждаете, мои хорошие. Вы просто замечательные. Кому какой дизайн нравится? Мне нравятся карты мира, городок алфавит. Ну, кстати, вы хиты назвали. Еще последнее время вот с выходом новинки кухни очень часто заказывают и очень хорошие отзывы. Что прям детки играют, куча игр. Действительно, я вам могу сейчас... Где она у меня? Вот там. Я сейчас вам покажу, установлю, как кухня смотрится. Просто детки, ну, вообще, особенно девчонки, да, ну и мальчишки играют в детскую кухню. И часто детям покупают домой прям мебель, да, вот и киевскую кухню покупают или еще какие-то варианты. А, это длинная крышка, сейчас соберу. Та-дам! Установила. Сейчас буду показывать. Бум-бум! Очень хорошие отзывы о ней, что просто ребенок в восторге. Где тут наша посуда? То есть, смотрите, накатали колбасок из пластилина. Вот тут, да. Тут же режем, складываем в какие-то сосуды. С Максимом мы делали, он нарисовал на бумаге и вырезал ингредиенты. То есть, ну, такой еще вариант. Все смешивает, потом жарит, парит. Можно прям рецепты повторять, да, если вот вам нравится. А еще, мы, например, что-то смешали, делаем пирог из кинетического песка. Открываем столик, включаем красную подсветку, или там желтую, да, и туда. И говорите ребенку, что сейчас. А, это у нас духовка. И запекайте свой пирог, там, 15 минут. Можете таймер еще поставить этот. Ну, в общем, знаете, как бы при фантазии, при... Ну, вообще, детки сами такие фантазеры. Я говорю, сейчас в последнее время, вот вы назвали карты мира, городок алфавит от Хиты. И кухня тоже очень большой популярностью пользуется. Зоопарк и ферму тоже вы заказываете. Но поменьше, чем карту мира. Но, знаете, все-таки карта, это прям еще и развивающее пособие, да. То есть, часто на стены вешают, а тут она на столе. Городок, он с дорогами, поэтому мальчикам часто заказывают, чтобы там пробки делать, машинки выставлять. Алфавит, он клевый. Он акварельный, он такой прям правильный весь. Он по... ну, то, что согласный у него синего цвета, гласный красного цвета. Это по правилам первого, ну, дошкольного чтения. Плюс там с логопедами мы консультировались, на комментарии давали логопеды. Правильные слова на буквы с ударными первыми. То есть, вот, ну, я в прошлый раз говорила, что если на О, важно, чтобы это был ударный звук. То есть, у нас окунь стоит, да, или там овцы. А если там олень, то... или там обезьяна, то это А. И как бы это некорректно. И для ребенка, ну, в общем, так не надо делать. А у нас вот так, как надо. Благодаря тому, что я выкладываю предварительные варианты в профиль, спрашиваю ваши комментарии, советуюсь с вами. Прям вот, знаете, и кухня просто бомба получилась. Вот, потому что изначально она была более яркая, такая более насыщенная. Но вот просто вы дали свои комментарии, мы изменили по комментариям, доработали. И получилось вот классно. Так, карта, карта. Сколько у меня детей? Уже ответила. Да, дети, да, это вообще бомба просто. Я не знаю. Я, когда была молодой беременной карьеристкой, работала в международной компании, до 36-й недели я ходила в офис. За беременность я два раза летала в международные командировки, в Швейцарию и в Португалию, недельные. Плюс по России у меня были командировки. Просто я смотрела на своих крутых коллег, работающих в международных компаниях, которые выскакивают в пять месяцев из декрета ребенку. Я говорила, ребенок, ну конечно, няня, у меня будет няня. Моя мама работает няней, я просто знаю, что зачастую няни это еще и лучше, чем некоторые бабушки точно. Потому что там все четко, там занятия, там стихи, там лепка, там прекрасные отношения. Вот, и я говорила, да-да, я выйду на работу, у меня будет няня. Когда я родила ребенка, какая я няня? Ой, ну если бы меня видели просто в первое материнство, это, ну, меня, ну, как бы они говорили, это гиперактивная мама. Ну, я просто без остановки то стихи ребенку рассказывала, то, короче, что-то с ним делала. Бассейн, плавание, массаж три раза в день. Я делала динамическую гимнастику. Это вот то, что вот так вот ребенка крутят, подкидывают там. В общем, так оторвалась, такой кайф получила. В общем, что как бы на всю жизнь у меня, что, ну, конечно, с детьми, это просто полный кайф. Главное не закисать и все делать в кайф. Вот. Короче, что-то я разболталась. Да? Как обычно. Спасибо большое, что вы поздравляете меня с беременностью. Зоопарк. Да, ну, я не говорю, что это плохие дизайны зоопарка и ферма. Они тоже классные. Просто я, ну, вот то, что чаще выбирают, вот я это озвучиваю. Спасибо вам за такой полезный, приятный эфир. Вы очень милая дочка, сказала, красивая тетя. Пойдем к ней в гости. Ой, спасибо большое. Спасибо вам. Мне очень приятно. Вот правда. Я все это искренне делаю, разговариваю с вами, да, посты пишу. Вот в последнее время очень рубрика «Психолог на кухне». Ну, «Психолог на кухне» — это я. Я просто у меня, как это, у меня все время жажда к знаниям, и последние два года моя жажда направлена в психологию. Вот. И я пишу эти посты, и, знаете, ну, там ничего не продается на минуточку, да. Но я это делаю для вас, потому что, ну, я чувствую, что делиться очень важно и нужно. Я обязательно сохраню эфир. И мне это нужно делать прямо сейчас, потому что иначе сядет телефон. И он будет доступен еще 24 часа. Вот. Я постараюсь еще его вообще сохранить, потом на YouTube выложить. Но вы неохотно туда ходите. Я вот недавно в сториз говорила, эфиров давно не было, но у нас есть на YouTube подробный эфир про все дизайны, про все там доп. опции и прочее. Там, не знаю, 46 человек сходила, посмотрела. Все надо делать в Инстаграме, в общем. Но никакие внешние площадки. Подскажите, пожалуйста, как те стаканчики для вашего столика удобные? Вот эти вот ведерки, которые я показывала, сейчас я их покажу. Они у нас в ассортименте подопытный наш кролик, столик. А, вот, кстати, стаканчик непроливайка, который я говорила. У нас они тоже есть, но они и в канцелярских магазинах есть. Поэтому, когда он падает, просто вода не выливается. Имейте в виду. Вот такие ведерки. Просто они идеально по размеру подходят в отсек. И у нас дома столик с открытым отсеком, ну, с открытым пеналом. И вот здесь вот стоят карандаши, фломастеры, ножницы. Мои мальчики берут, ну, вот бумагу у них тоже в доступе рисуют. И все, ну, как бы вот отсюда. Удобно пользоваться, да, нам удобно. А еще вы просили напоследок стульчик сейчас. Вот еще у нас наш растущий стульчик. Красавчик, наше собственное производство. Он вот здесь, в комплекте идут крепления, они расслабляются. После этого перед 200% надо уже заканчивать. На нижнее положение, это для Максима, на втором положении. И есть еще верхнее положение. Вот. Такой классный деревянный беленький красавчик. Вот. Еще растущие стульчики есть в небесно-голубом цвете и в розовом. Ну что, спасибо большое всем, кто участвовал. Спасибо вам за поздравления, за вашу теплоту и то, что вы со мной. Я правда вас очень люблю, ценю. Мне приятно, что со мной такие замечательные люди. Мамы, вы прекрасны. Вы замечательны. Хорошего вам вечера. Пока-пока. Эфир сохраняю. Пишите мне вопросы, если надо. Я на комментарии всегда отвечаю сама. Иногда в директ отвечаю сама. Вот. Классный стульчик. Год назад таких не было. Да, мы их не год назад сделали. Ну, в общем, мы расширяем ассортимент. Мы над этим работаем. У нас новинки планируются. Но это все работа. Все это. Все это вот такой процесс, который непрерывен. Все. Хорошего вам вечера. Сохраняю эфир. Пока-пока. Завершаю. Пока.